Правила обязывают, немножко шокировать. Как я стала донором костного мозга. Это бесплатный 10-недельный курс Ельского университета. О том, что на самом деле для того, чтобы смеяться и получать вот эту обратную связь, чувство юмора не нужно. И никогда не забуду, как пришла одна студентка, сдала кровь и смотрит. Господи, какая у меня красивая кровь. Это уникально. Записывайте, пожалуйста. Все здоровые оказываются. Что же мы тут делаем? Это обещание счастья, которое исполняет. Когда мы узнали, мы год назад узнали, что 20 марта – Международный день счастья. И не просто абы как, а Генеральная ассамблея ООН в 2012 году по заявке отдельного человека, который написал заявку, что я хочу, чтобы возник, появился такой Международный день счастья, они учредили, в резолюцию написали. Почему для этого важно? Потому что важно, чтобы люди помнили, что счастье – это смысл жизни и цель. И для того, чтобы правительство, государство помнили о том, что измерять благополучие граждан надо не только экономическими показателями, но и тем, насколько люди счастливы. Вот так появился индекс счастья, проводятся ежегодные исследования. Наша Демиткова сейчас полностью оправдывает вот это название «Территория счастья». И я хотела бы лично поблагодарить Ирину Климову, нашего амбассадора счастья Пермского края, которая вот уже полтора года, полтора года несет этот флаг счастья. Спасибо тебе огромное! Субтитры сделал DimaTorzok Образ в жизни, ходьба, ходьба. Часто многие говорили, что «Ой, скандинавская ходьба – это бабушкин вид спорта». Судариня, пожалуйста, еще раз на сцену. Как вас... What is your name? My name is... Елена Анатольевна. Елена, жальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, для грехи твои. Мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Афишка. Ощущение полета. Когда преподаешь и чувствуешь, и видишь в глазах огонь, люди загораются и слушают, и воодушевляются. Я сам воодушевляюсь, в свою очередь, и чувствую нужность, полезность, и то, что я живу не зря. Это обалденные ощущения. Не каждый раз, но всегда люди приходят ко мне после занятий, или во время занятий, иногда делятся своим опытом, своим мнением. И очень часто такой опыт бывает замечательный, что я, наоборот, использую не только в своей практике, как врача, но и обучаю людей тоже хорошим, адекватным советом. Работать честно, с полной дачи сил, дарить людям тепло свое, свои знания, отдавать себя, служить людям. В этом, наверное, где-то и есть залог счастья. Человек здоровый, соответственно, он счастливый. По сути, счастье – это внутреннее удовлетворение собой и всем своим окружающим. Я думаю, что вот уже посыпаться, видеть солнышко, быть в кругу близких друзей – это уже счастье. Счастье внутри нас. Нужно всегда улыбаться. Ну, всем улыбаться, всем прохожим улыбаться. И в этом-то и есть счастье – дарить улыбку другим людям. Да, абсолютно счастливое. Счастье, оно же в мелочах. Поэтому просто видишь эти мелочи и радуешься им, и все. Вот счастье. В каждом дне – счастье. Просыпаешься утром и уже счастлив. Ну, я работаю, учусь. У меня есть кошка, у меня есть родные. В принципе, да, считаю себя счастливым человеком. Счастье, оно, конечно, сложно найти, но у каждого свое счастье. Не ищу, оно всегда рядом со мной. Конечно. Как иначе. Всем как-то по-своему счастливы. Нужно всегда видеть лишь положительное. В каждом дне. В окружающих, в погоде, в себе, в своих родных, близких, в своей любимой работе. Очень. Я очень счастливая. У меня все родные и близкие живы-здоровы, и это радует. Все. Вот мое счастье. Где искать? В душе, в сердце. Все. Не знаю, где искать. У всех, наверное, это какое-то особое место. Привет, друзья. Меня зовут Евгений Котегов. Я живу в городе Перми. Мне почти 45 лет. И последние несколько лет я занимаюсь созданием счастья. Счастьем в большом понимании, наверное, для меня будет то, что сюда, в нашу страну, в Пермский край, может прийти чемпионат мира по лыжным видам спорта. Счастье для меня, наверное, в том, чтобы видеть, как вырастают дети, радоваться их победам, точно так же, как радовался бы я победам своих детей. Я надеюсь, что это большое счастье для того места, где мы живем, видеть, что главная награда в виде спорта вручается здесь. Счастье рождается часто в муках. Счастье – это доброта, счастье – это любовь, которую мы можем подарить всем. Курс про счастье, когда я впервые его увидела, мне его рекомендовала моя подруга, которая работает в высшей школе экономики, Татьяна Михайловна Пермякова. Тогда он назывался «The Science of Happiness» – «Наука счастья». Когда я вернулась к нему в сентябре, он назывался уже «The Science of Wellbeing». Это сложно переводимо на русский язык, например, как «Наука о благополучии». Благополучие, в первую очередь, психологическое. Это доктор психологии, профессор Ельского университета Лори Сантос, которая решила придумать, собрать этот курс для своих студентов, потому что ее очень беспокоило то психологическое состояние, в котором студенты Ельского университета пребывают. Меня зовут Александра Сажина. Я работаю в одном из лучших университетов мира. Я счастливый человек, я оптимист. Хочу поделиться своим опытом, как я стала донором костного мозга. Хорошая новость в том, что сегодня рак крови излечим. Для пациента его генетический близнец зачастую – это единственный шанс на жизнь. И поэтому, конечно, когда я узнала о такой возможности, о том, что можно стать донором костного мозга, я решила для себя, что я обязательно вступлю в регистр доноров костного мозга. Я просто хочу сказать, что в то время, когда мы сдавали кровь, костный мозг сдать, это было что-то из области фантастики. Ну, я вами гордюсь. Очень приятно, что есть такие. Спасибо. Со счастьем в душе, с удовольствием домой, с удовольствием на работу, обязательно любимое дело, увлечение. Ну, и стараться видеть во всем. Абсолютное счастье, наверное, тогда, когда видишь вокруг себя добрых людей, счастливых, улыбающихся. Для меня не надо быть эгоистом, надо любить всех, безусловно. В одном слове все вмещается, мне кажется. В слове «любовь». Надо любить всех. И себя тоже, в том числе. Надо делать добро. Вот это счастье. Делаешь добро, добро тебя за счастье, брат. Правила обязывают немножко шокировать. И я немножко шокирую уже в течение жизни. На нас обрушивается приблизительно 700 миллионов слов. Моя тема звучит не как говорение. Моя тема звучит как звучание. Звучать можно не только словом. Звучать можно объятием. Звучать можно взглядом. Мы немножечко шире взглянули, собственно, на контакт. Мы поняли, что это значительно больше, чем просто передача слова. Маленькое упражнение, с которого начинается наша работа речи. В школе речевых технологий. Одна минута. На старт. Внимание. Поехали. Мне вообще в жизни повезло, что я работаю в школе. Это столько детской любви, всегда столько радости. Это, наверное, самое главное в жизни. Глупости говорят, когда считают, что в школе работают несчастные люди. Самые счастливые. Почему мы смеемся и почему счастье и улыбки делают нас счастливыми. Для того, чтобы смеяться и получать вот эту обратную связь, чувство юмора не нужно. На самом деле, даже не обязательно находиться в состоянии переживания какого-то смешного момента. Нужно просто начать смеяться. Короче, читаю я работу, на всю жизнь запомню название. Владимира Ильича Ленина, материализм и эмпириокритицизм. И ни одного слова не понимаю. Вообще ни одного. У меня такой смех был. На грани истерики. Муж на меня смотрит, тебе скорую вызвать. Я ему на книжку показываю. И вы знаете, у меня этот смех вылечил от стресса. И никогда не забуду, как пришла одна студентка, сдала кровь и смотрит. Господи, какая у меня красивая кровь. Понимаете, она счастлива была от этого. Действительно, когда люди дарят себя, дарят другим. Это действительно ощущение счастья. И этого не надо никакой благодарности, может быть, за это. Стал сейчас заниматься активно первой помощью. Обучение первой помощи. И вот речь. Оказывается, когда человек страдает, находится в экстренной ситуации. Искусство речи. Это имеет слово, когда нет под руками ни инструментов, никаких перевязочных. Ничего под руками нет. И как ты можешь человеку помочь вылечить словом? И это действует. Я вот слышу вас, и просто мои мысли это все перекликаются моим опытом. Тот же самый смех. А как с больным разговаривать? Обязательно с улыбкой. Действовать невербально настолько вдохновляет людей. Я просто действительно благодарен, что я здесь, здесь и сейчас. И просто хочу еще раз сказать. Счастье в простых мелочах. Тема счастья стала какой-то особенной. Вы знаете, как-то меня очень сильно тронуло. Красота – это обещание счастья. Есть такое выражение у Стандаля. Я вообще такой большой сторонник разных выражений. Одно из любимейших выражений у меня – определение любви у Сократа. Сократ говорил, что любовь – это страстная жажда красоты и добра. Красота же бывает разная. Есть красота природная, а есть красота рукотворная. Кстати, сейчас очень много вокруг нас синтетической красоты. Вот когда вы видите что-то красивое, нужно в этом побыть. Вот прям увидели какой-то красивый предмет, объект, побудьте в нем. Увидели красивого человека, побудьте в его глазах. Увидьте себя в этом человеке. А потом замерьте свое состояние до встречи с прекрасным. И после. Я желаю всем счастья, желаю делать в жизни то, что вам нравится. Делать это то с теми, кто вам нравится. И постепенно убирать из жизни то, что вас расстраивает, огорчает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!